Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики Фиба Групп». И с нами сегодня аналитик компании Фиба Групп Татьяна Лейко. Татьяна, добрый день! Добрый день, Игорь! Добрый день, коллеги! Мы сегодня бьемся с фунтом. То покупаем, то продаем. Одни говорят, все пробили вниз, другие говорят, сейчас пробьем наверх. Помогите нам найти решение. А может быть, еще какие-то идеи. А почему вы продаете? Ну, сейчас я отвечу на этот вопрос, почему я продаю. Потому что, на мой взгляд, он пробивает важную отметку. И в моей религии он показал, что после отметки 1,2877, скорее всего, все-таки вниз, чем вверх. А нет, другие люди говорят, наверх пойдет. То есть, вы с технической точки зрения продаете? Ну, два фактора. Фундаментальный фактор, конечно, это то, что они объявили, Тереза Мэя объявила, что все-таки они тянут на выход. Это для фунта. Но с этим, правда, все согласны. Для фунта не сильно хорошо. Просто почему-то люди говорят, ну, уже как бы это объявлено было, все уже привыкли к этому. И, может, хуже не будет. Ну, вы знаете, чем оптимизм отличается от пессимиста? Пессимист говорит, хуже не будет, а оптимист говорит, будет-будет. Вот, я просто хотела услышать то, что, действительно, причину, по которой вы продаете фунт. Ну, что ж, будем поступать. Вам хорошо, давайте. Добрый день, коллеги, еще раз. Действительно, неделя обещает быть очень насыщенной. Уже начала насыщаться теми событиями, о которых уже упомянул Игорь. Давайте посмотрим, что происходит с валютами и будем параллельно комментировать. Не теряя времени, переходим на демонстрацию экрана. Давайте. И традиционно начинаем с евро-доллара. Техническая картинка. Видим, что, действительно, диапазон сужается, как и на большинстве тех валют, о которых мы уже упоминали. Помню, мы с Игорем как раз в 15.00 говорили, что стоит-то еврик прикупить от 1.11.50, и он, действительно, взлетел до верхней границы. Я хорошо заработала, не знаю, как вы. Я видела, что тогда вы что-то покупали, продавали, но, к сожалению, из-за того, что у нас разные... Мы торгуем на разных таймфреймах, поэтому очень тяжело, конечно, посоветовать, что же купить или продать в текущий момент. Но тогда был, действительно, прекрасный отбой. Вот мы говорили в 15.00. В 15.00 по Москве отлично отбилось от 1.11.50, и сейчас этот актив евро-доллар попчется около верхней границы. Удивительно, если честно, с фундаментальной точки зрения, что он таки активно так взлетел и продолжает консолидироваться. Ну, по технике все отлично. Однако, вот Deutsche Bank, который действительно показывает всю плачевность банковской системы Европы, не дает таких вот хороших факторов с фундаментальной точки зрения, чтобы евро-доллар укреплялся, евро укреплялся по отношению доллара. Ну, однако, нам все равно, да, как там, что влияет, ну, каких-то таких вот кардинальных, конечно, да. Но вот, если мы смотрим с технической точки зрения, картина вполне ясная, потопчется и пойдет вниз, либо же мы видим, что сужается, подпирает уже верхняя граница, если пробьет наверх, то, конечно же, будем покупать. Но с фундаментальной точки зрения, конечно же, мы более, евро-доллар тянется к низу, то есть никаких вот таких глобальных факторов для того, чтобы евро укрепился по отношению к американской валюте, нет. Если мы говорим о долларе, неоднократно мы обсуждали тот факт, что тяжелый год предстоит, да, для американской валюты и выборы, и заседания по поднятию по основной процентной ставке, скорее всего, ее поднимут, но, несмотря на то, что неплохие данные выходят по Америке, доллар не совсем себя хорошо чувствует, поэтому будем следить за теми показателями, особенно инфляционными, да, которые будут выходить по Америке. Если мы говорим об этой неделе, конечно же, это рынок труда, мы сосредоточены на тех важных показателях, которые выйдут в конце недели. Но, думаю, об этом уже достаточно поговорил Богдан, не слушал его выступления, но подозреваю, что так и было. Давайте перейдем на часовой график. Видим, что топчется, топчется около 1.12.40, не может его пробить. Больше вероятности, как мы видели на дневном графике, что подпирается все-таки верхняя граница диапазона, больше вероятности, что пойдет к 1.12.20, 1.11.90, 1.11.60. Вот эти вот цели, которые, в принципе, перед собой сейчас ставит пара евро-дом. Фунтик, наш любимый фунтик, прям как из мультика, да, так нежно мы его называем. Действительно, Тереза Мэй сообщила уже о сроках, что очень важно, да, то есть выхода Великобритании. То есть Brexit действительно уже воплотился в какую-то живую субстанцию. Я к тому, что до этого это было что-то эфемерное такое, непонятное, да, когда это произойдет, что это произойдет. А тут, когда уже озвучились сроки, марта 2017 года, плюс 2 года выхода, мы понимаем, что как бы фунт уже начинает соприкасаться с той реальностью, за которой он... То есть британский народ начинает соприкасаться с той реальностью, за которой он проголосовал. Поэтому мы понимаем, что наступают сложные времена для британской валюты. Однако, вот сегодня мы видели уже производственные данные по Великобритании, не все так плохо. Я думаю, что тянет фунт вниз больше неизвестность, но, в принципе, страна находится в более или менее адекватном состоянии. То есть, как бы, такая палка двух концов. При том, что Тереза Мэй уже заявила о том, что, возможно, это не будет мягкий Brexit, то есть она не говорит, это будет мягкий или жесткий Brexit. Они просто будут действовать в своих интересах. И все. То есть Великобритания, конечно же, всегда ставила свою позицию, поэтому мы следим, закроется ли сегодня свеча ниже критической отметки, а это отметка, мы можем говорить, в принципе, в районе 1,2850, вот в этом районе, то есть, может, чуть ниже. Это будет говорить о том, что, да, диапазон прорван. Мы говорим сейчас о дневке, да? И, конечно же, стоит открывать короткие позиции по британской валюте. Что же мы наблюдаем на часовом графике? На часовом графике диапазон уже прорван, видим, отбился и стремится идти дальше вниз, то есть к отметке 1,2800. То есть я все-таки склонна считать, что заявление госпожи Мэй было значимым, весомым, и это потянет британскую валюту вниз, что даст ей толчок выхода из этого бокового диапазона. Посмотрим, что же действительно будет, что будет дальше. Доллар, японская иена. Очень похожие диапазоны, можно открывать один и тот же график, и все приблизительно одно и то же, действительно. Нижняя граница у нас плоская, горизонтальная, сдерживает валютную пару от дальнейшего падения. Верхняя граница на фон. Пока доллар, японская иена, топчется около его верхней границы. Это отметка 101,50. Мы помним, что интервенции достаточно большие в монетарную политику Японии, поэтому здесь, несмотря на то, что это нисходящий треугольник, и прорывы обычно бывают вниз, здесь ситуация как раз наоборот. Скорее всего, прорыв будет вверх, потому что критической точкой выступает отметка 100, и если опустится ниже 100, то, конечно же, Центробанк Японии примет соответствующие меры. Об этом уже сказал представитель финансового регулятора Японии. То есть мы понимаем, что нис на длительный срок как минимум пара доллар-иена не пойдет. Если мы наблюдаем часовой график, видим, что очень хорошо отрабатывают себя такие наклонные линии, которые идут параллельно друг к другу, и сейчас топчется около, сейчас скажу, 101,40. Около 101,40. Большая вероятность того, что произойдет отбой, иена чуть-чуть незначительно снизится, до отметки 101,20,190, а дальше будем смотреть. То есть пока вот ситуация такая. Но опять же, если выстрелит вверх, то будем говорить уже о прорыве такого более глобального треугольника и отработку его высоты. Доллар-канадь. Доллар-канадь все время ходит в диапазоне. С точки зрения индикатора Ишимоку, давайте немножко удалим график, можно сказать, что в принципе формируется, начинает формироваться восходящий тренд, но пока эти слова не могут быть подтверждены фактами. Почему? Во-первых, за последнее время очень часто менялся цвет облака. То есть то туда, то обратно, плюс максимумы у нас не обновляются. Поэтому говорить о том, что у нас вступает в силу восходящий тренд, еще преждевременно. Вообще индикаторы Ишимоку сейчас очень слабо работают, так как в основном у нас идут либо сужающиеся диапазоны, либо боковики, которые не способствуют анализу с помощью данного индикатора, который является трендом. Поэтому стоит обращать внимание на торговлю в боковиках, отбой от верхней и от нижней границы, что достаточно хорошо работает, либо же работать на прорывы фигур и внутри фигуры. То есть достаточно неплохо отрабатывают себя эти факторы. Если говорить о паре доллар-канадский доллар, то скорее еще немножко оно пойдет вниз, то есть ближайшими отметками станет 1.3060, 1.3030. Конечно же, на канадский доллар мы понимаем, что с фундаментальной точки зрения влияет стоимость черного золота. Новозеландец. Еще один прекрасный график треугольника. Ну ничего нового. Серьезно, просто даже иногда скучно открывать графики и видишь, в принципе, одно и то же. Нижней границей диапазона выступает отметка 0.7240, которая поддерживает Новозеландец от дальнейшего падения. Сверху у нас держит наклонная линия. Если мы говорим о часовом графике, достаточно неплохо торговать, когда приближаются к верхней границе, мы просто продаем. Как получилось здесь, я, кстати, об этом и говорила в своем вебинаре, который я проводила в 11.30 утра, советовала продавать Новозеландец, потому что он как раз находился около верхней границы диапазона. Видим, что действительно дошел до отметки 0.7260. Вполне возможно, что еще спустится до 0.7250, но, однако, видим, что уже дальше идет особо неохотно. То есть пока рассчитываем на снижение, но, опять же, если вы продаете Новозеландец по отношению к американской валюте, то стоит фиксироваться и не жадничать. То есть вы там актив дошел до следующего уровня, зафиксировались, и сидите себе спокойно и довольны. Еще один сужающийся диапазон. Мы говорили о золоте неоднократно, говорили о снижении золота, о том, что стоит продавать данный актив. Видим, что уже актив золотой дошел до нижней границы, топчется. То есть, опять же, два варианта. Либо отобьется, пойдет вверх, либо будем ждать прорыва вниз. Это покажет только время. Сейчас еще золото, возможно, немножко снизится. Находится около отметки 13-18. Ближайшая отметка выступит 13-14. Вполне возможно, что отработается этот уровень. Но, в принципе, наблюдаем. Либо хорошая свеча не закрепляется за критической чертой, то есть нижней границы диапазона, либо, опять же, покупаем и ждем, пока дорастет до обратной границы сужающегося диапазона. Австралиец находится во флете. На самом деле, ничего интересного. Знаем, что завтра будет решение по процентной ставке. Опять же, Богдан, я думаю, рассказал много чего интересного по этому поводу. Из важного хочется сказать, что, скорее всего, ставку не изменят. Но важен будет тон. Важен будет тон, с которым будет говорить об этом. Какие проблемы. Мы понимаем, что сопроводительное письмо всегда имеет хороший вес. Поэтому, конечно же, австралийская валюта в ожидании завтрашнего события. Нефть у нас продолжает расти. WTI отката не произошло. Вполне возможно, что он еще будет. Но все же у нас нефть растет. Рассчитываю на отработку ширины треугольника, поэтому еще расстояние не отработано. Думаю, что еще будет расти в сторону повышения цифр. Вот так, Игорь. Ясно. Поняли вас, Татьяна. Спасибо большое. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы Татьяне можно писать в чате. Татьяна, у меня сложилось мнение, что можно сыграть в ВПУ на валютном рынке по фунтику шарчу на все. Ну, опять же, вы понимаете, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Я рассчитываю на то, что фунты дальше пойдут вниз. То есть это давно еще ожидалось. Он не отработал то падение, которое планировалось после... Ну, планировалось, вы понимаете, в кавычках, потому что нельзя предугадать и точно спрогнозировать, насколько уйдет тот или иной актив. Но то падение, которое прогнозировалось большинством аналитиков, плюс еще Сорос говорил об этом, которого я очень уважаю, то есть не отработалось еще это падение. Поэтому как раз идем вниз в тот момент, когда да. Вот тот неловкий момент, когда все говорят идем вниз и никто не верит, а оно идет вниз. Я согласен с вами абсолютно. Я так, ну, вижу, что, конечно, мы уже пробиваем на уровень после Брекзита, прямо, так сказать, я вижу, через две недели после Брекзита мы здесь были, сейчас опять пробиваем. И прямо даже как-то не верится, что мы пойдем ниже, но, судя по всему, пойдем. Тут в какой-то момент надо верить просто глазам и не рассуждать на, так сказать, общие какие-то теоретические темы. Олег Бойчич пишет, почему треугольники у вас, Татьяна? Если на некоторых графиках четыре касания, два сверху, два снизу. Это же канал. В общем, не понимаю, наверное, некоторые тех моменты на графиках. А я Олегу отвечу. Не заморачивайтесь. На самом деле я это все называю теми диапазонами, которые сужаются. То есть, честно говоря, не важно. Это клин, это треугольник, это сужающийся канал. По классике канал, он не сужается, он просто идет либо вверх, либо вниз, касаясь, да, то есть, как вы строите канал. Вы проводите линию канала, от него откладываете параллельную линию, то есть, оно не может сужаться. Вот, поэтому вот эти все диапазоны, которые мы говорили, это сужающиеся диапазоны, которые выстреливают. Поэтому, что нам важно знать? Что они выстреливают, нам важно понимать, куда они выстрелят, да, следить за этим. И правильно словить этот момент. Ну, вот Олег отказывается не заморачиваться, он пишет, нет, я слежу, как вы работаете, что нам отказываете. Мы все, мы все следим. Ну, просто треугольники, я вам еще раз говорю, я всегда повторяю, треугольник или сужающийся диапазон, это, в принципе, одно и то же. То есть, как бы, честно, я не заморачиваюсь, это клин, или это треугольник, или еще что-то. Понятное дело, если сидеть с куркулезной, это все вырабатывает, можно говорить, там, пять касаний, или четыре касаний, но факт остается фактом. Хорошо отрабатываются границы, все эти фигуры выстреливают, да, и что нам важно знать? Нам важно знать высоту, на которую идет актив при выстреле. Ну, вот, собственно, и все. Канал это немножко другой. Согласна с вами, Татьяна. Ну, что, тогда будем, я буду сейчас тогда переживать психологическую ломку, убеждать себя, что пунтик может пойти вниз, и как только я себя смогу убедить, сразу начну торговать. Главное, чтобы не было поздно. Обычно мы убеждаемся, когда рынок разворачивается. Это уже абстинентный седром называется, да, это уже следующая стадия. Будем надеяться, все-таки мы остановимся на первой. Спасибо огромное, Татьяна, вам за очень интересный обзор, за ответы на вопросы. Вам хорошего дня, удачи на рынке. Успешной торговли. Спасибо.